Ну как, получили, нет? Игнатий, замечательно все, получил. Я еще там сделал корни, второй раз продублировал. Да, да, все три эмейла я получил, так что связь у нас здесь установлена. С завтрашнего дня, значит, эти документы уже пойдут в ход. А то я уже перепутался. Хотя бы раз в неделю выходите вот так, вызывайте меня. А то я начал беспокоиться, потерял вас. Да, ну я тоже начал беспокоиться, и сообщение отослал. Ну давай вопрос, какой был у вас? Значит, Игнатий Дихонович, вопрос у меня из прикладного богословия, если так можно выразиться, из жизни нашей христианской. Значит, вот приведу пример по ситуации, и потом текст из Священного Писания, ну и вопрос сформулирую. У нас заболела одна сестра из новообращенных, вот она только уверовала, и в больнице, значит, увезли, нога отказала, выясняется, это рак. И вот когда мы все собрались из нашей церкви, то у нас в церкви есть два подхода к больным, которые фактически приговорены уже с таким тяжёлым диагнозом. Одни говорят о том, что нужно человеку говорить только о надежде на исцеление. Я же лично другого подхода. То есть я говорю о том, что если я не знаю воли Божией, она может быть и на смерть, и на исцеление. Но главное, чтобы человек был в своём сердце готов к встрече с Господом, был приготовлен. И вот сколько ему отмерено, будет ли он жить и получит исцеление, или же он живёт уже последние дни, мы должны вот на это смотреть открыто. Это мой подход. Но вот мои собратья, они говорят, ты, Андрей, лучше даже не начинай такие разговоры вести. Ты у человека отнимаешь веру в исцеление. Мы будем говорить только об одном, что Господь его может исцелить. И всё. Значит, такой подход, он обосновывается местом Писания Марка, 11 глава, 23-24 стихи. Марка, 11, 23-24. Помните, это ситуация с Маковницей, где Христос, проклявший её, возвращаясь к ней, видит, что она завяла. И вот когда удивлённые ученики говорят, как это, он говорит о том, что если вы скажете, горе и сей, верхнись море. И вот там подчёркивается, что будете верить, что будет по словам вашим. Вот обычно, традиционное христианство и в православии, и у нас у баптистов, мы говорим, будет по воле Божией. А здесь очень сильный, исключительный акцент на словах верующего человека. Можно сказать, подчёркивается, какая-то особая власть, которую Бог отдаёт словам человека, который вот хочет, ну, исповердует определённую веру. Вот в то, что должно произойти исцеление, должно измениться вот эта ситуация. И дальше Христос в 24 стихе повторяется. Он говорит о том, что когда стоите на молитве, верьте, что получите. Не верьте, что будет по воле отца моего, а верьте, что получите просимое. Вот я над этим текстом размышляю уже около десяти лет. И, конечно, вы как знаток святоотеческой литературы, предания православного. Может быть, у вас есть какое-то своё личное особое мнение. Меня очень интересует ваш практический подход в эти вопросы. Я смотрел, когда вы читали проповедь, где был умерший юноша. Меня это очень тронуло. И вы там тоже подчеркнули кое-что о вере. Вы говорите, я верю, что Бог его может воскресить. Но какова воля Божия? То есть вы тоже осекаетесь и говорите, а если он воскреснет, и потом у него будет жизнь такая, что он потом в ад сойдёт. А сейчас мы вот уверены, что Господь его забрал к себе. Поэтому да будет воля Божия. Но вот тем не менее, есть слова эти Христа, есть люди, которые опирают, практикуют именно их так. То есть перед ними безнадёжно больной. Мы не говорим ему о том, что он может умереть. Мы только говорим об исцелении, потому что мы будем стоять вот в этой вере. Вы поняли мой вопрос? Я понял. Теперь отвечаю вам. Ваша позиция на 100% права, о которой говорят непосредственно будем наставить на исцеление, на 100% не права. Мы должны научить людей болеть. И научить их умирать. Об этом Андрей Кураев специальный проповедь говорил. А вы ему доверяете. Это истина так. Асса написано, надеялся на врачей, а не на Бога. Асса, когда ногами заболел. Как раз о ногах там речь идёт. Царь, 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 царь. Вот. Как тут настаивать? А вот когда считаем, говорит, и когда человек что-то просит у Бога, просит, и там, говорит, хлеба, рыбы, и просящим его, у него, даст Духа Святого. Речь идёт о хлебе, о рыбе, о бейце, а даст Духа Святого. Совершенно как будто Христос отвечает не по тексту. А на самом деле это и есть. Во всём заключается веление Духа Святого. Человеку, написано так, и вера исцелит болящего. Когда придут, присвятера помажут, и яхковы, читаем. Но это как воле Божьей угодно. Стих, да будет воля твоя, это должен быть превалирующий над всем стих. Над всем. Вот есть такие, которые не желают лечиться. А я доверяюсь Богу. Доверяюсь просто. Вот. Я знаю, вот, третий том Яна Златоуста. Когда он был в цирке, шёл в кукус, болел, он говорит, я искал лучших врачей. И ему Олимпиада присылала лучшие лекарства. То есть это церковь не запрещает. И написано в 38-й главе Серахова, благоразумный человек не будет пренебрегать врачом. Ибо иной раз, иной раз в их руках бывает успех. Не зря у людей такая поговорка есть. Ну что, будем лечить или пусть помирает? Или по-другому? Или пусть живёт, говорит. Будем лечить или пусть живёт. Интересно, в Швеции забастовала полиция. Преступность увеличилась в три раза. Забастовали врачи. Смертность уменьшилась в три раза. Вам хорошо понятно? Не надейся на врачи. Вот меня спрашивают, чем вы болеете? Я вообще не болею. Я ещё ни одной таблетки не съел. За всю жизнь. И у меня температура не поднимается. Даже я при смерти на операционном столе, а температура держится там 36,8. Всё, ни туда, ни сюда не движется. Это мой организм. А как? А вы хотели выздороветь? Я говорю, как бы доводит воля Божия. И вдруг я очнулся, а сказался живой. И при том это не один раз было. Когда я как бы из тела уже выхожу. А Бог посмотрел и, видимо, решил, что не готов. Давай трудись. Павел говорит, желаю разрешить себе быть со Христом, что несравненно лучше. Но для вас важнее, чтобы я остался. Так написано? Да. И поэтому... Игнатий Тихонович, а что бы вы практически у человека, который на одре болезни, и у него раковое заболевание, скажем, последняя стадия, да? Так и надо говорить. Как бы вы его по-христиански утешили? Мы должны ему сказать, у вас-то рак, вы что-то исчезли. Вы слышите меня? Да-да-да, слушаю. Что-то исчезло у вас. Вот. Мы должны говорить так, как есть. Мы дети истины, истины, божественны. И мы должны говорить, как есть. У доктора Мартенсена, это о христианской нравственности, два тома, прекрасно, это датский епископ в Дании был. И он говорит, был такой случай. Женщина уже в годах рожала первого ребенка. Роды были очень тяжелые, и ребенок родился мертвый. Она едва-едва теплится. Она все время только прошепчет, и сознание теряет. Ребенок живой? Она только ради этого была. Если сказать, что он умер, она умрет. Если сказать, что он живой, пусть она окрепнет, и тогда, когда она придет уже в норму, можно сказать. И все-таки находился истинно верующий врач, он сказал так. Если правда может убить человека, пусть он умрет. Я согласен с ним. Мы никогда, нигде не... Игнарий Тихонович, я должен срочно прерваться. Мы продолжим с вами этот... Ну смотрите-ка. Разговор. Но ответ такой, что вы правы. Тут по работе. Да-да. Вы правы, абсолютно правы. Человека не надо обольщать. Скажи, как Бог даст. А мы молимся, будем молиться. Все. Слава Христу. Значит, паспорта-то получил. О-о-о-о. И главное как? Потерялись и везде эти паспортные данные. А в прошлом году посылал в Германию. Я полез, у нее там что-то взял. С Артисон. И нету другого паспорта, там Крущина. Я тогда залез в Грецию, Грецию, Марина Куимчуди. И у нее там нашел. А из Германии перетащил к себе, это в течение полчаса. И отправил в Англию из Греции. А у русских, я не знаю, почему у меня нету. Я собрал-то из разных государств. Но они пойдут уже с этими документами. Он с работы, видно, звонил. Андрей. Андрей. Так, фамилия-то указана или нет? Англия, Лондон. Нету ничего здесь. Лондон. Лондон, Латвия. Ну, вот такое дело. Жду копии ваших паспортов. Вот, продублируйте. Вот. Все не получил. Пропущенные звонки от Андрея. Раз, два, три. Пропустил. Я на молении был. У нас Андрея Критского считали канон. У нас Андрея Критского считается на три ступени. Это мне Господь, я верю от Бога, это положил Господь на сердце, что у Андрея Кирского было падение большое. Он Шестому Вселенскому Собору подписал анафему. И потом у него было раскаяние. Я считаю, канон Андрея Критского это такой же и тем же вызван, как у царя Давида 50-й псалом. И он его написал, себя считая в числе оглашенных, недостойных. И весь псалом 502 события он берет из Библии. И покаяние, и покаяние. Помилуй меня Боже, помилуй меня. Мне на сердце было положено, что это неправильно. Потому что состояние, в котором был Андрей, была у него паническая боязнь умереть в этом состоянии. Потом он дезамуировал свою подпись. Я решил так, что этот канон должен быть переделан. Все те же события, все так. Но молитва трех ступеней. Первое просительное, второе благодарение и третье словословие. Так вот, он остановил людей на первой ступени. Это никуда не годится. Потому что мы не можем всю жизнь быть в стадии оглашенных. Мы должны готовиться к вечности, со Христом. И тогда я его переделываю. Те же самые события, все то же самое. Благодарим Тебя, Боже. Припев такой. Благодарю Тебя, Боже. И третье. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И мы так это отпечатали. И поэтому вот сколько положено сегодня считать было. Сегодня среда. Среда. Сегодня, кажется, 5 число. 5 марта. Ну да. 2014 года. Третий день, когда считается канон Андрея Критского. А считается четвертая часть. Значит, мы разделили на 4 части. Ну, на каждый день, чтобы до конца досчитать его завтра. И вот теперь первую, которая одна часть, ее на 3 части делим. А одна часть отсюда берется. Вторая дальше продолжается. На второе благодарение и третье словословие. То есть у нас то же самое время. Но это очень чудно. На нашем форуме, вот я могу даже показать. Вот наш форум. Вот здесь. И вот он. Видите, как его сделал администратор. Затемненное такое все. И вот второе. Канон Андрея Критского. Вот он. Канон Андрея Критского. Вот его даже видно где-то. Я его открываю и сейчас покажу. Чтобы кто придет на наш форум. Вот он, форум. Православный форум Игнатия Лапкина. Зарядите. В гугл или где. Вот. Кто-то пишет мне. Слышала, что у вас на первой неделе Великого Поста в этом году ввели нечто вовсе уж новое. Переделанный по своему канон Андрея Критского. Что-то такое для чего нужно, когда столько лет веков во всех храмах молились по церковно-славянскому канону и были все довольны старым Великопостным каноном Андрея. Теперь я отвечаю. Молитва бывает трех видов. Вот она, начальное просительное, где не заботьтесь ни о чем, но всегда молите и прошение, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. До ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите. 1 Филипписам 4,6 и Иоанна 16,24. И Иаков 4,3. Просите, просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вторая ступень молитвы более возвышенная, благодарственная. Когда человек все принимает как дар. Радость и скорбь, рождение и смерть. 1 Фастанатисам 5,18. За все благодарите, ибо такова с воля Божьей во Христе Иисусе. И Иова 2,10. Но он сказал, и ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Ио устами своими. Так это молитва рожденных свыше, молитва стремящихся к совершенству. Молитва, украшающая путь в царство небесное, приготовляющая человека к уподоблению Богу. Первые два вида молитвы возможны и на небе. До страшного суда. Где известно? Откровение 6,10. И возопили они громким голосом, говоря, доколе владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Третья, самая возвышенная молитва. Славословие. Уподобление ангельским щенам. Человек ничего не просит, он все принимает и целует руку дающего. И восхищается совершенством Создателя. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Это у нас батюшки сидят. Вот слева отец Аким, наш Евтихий, епископ Михаил Фаст и Михаил Курочкин, родной брат вот этого епископа. Это в Потеряевке за обедом. Дальше. Откровение 19,4. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря, аминь, алилуйя. И Откровение 19,6. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шут, вот многих, как бы голос громов сильных говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Господь, Бог сидящий. То есть, никакой просьбы нет, только Аллилуйя. Святой Андрей Критский был порождением своего времени. Нес отпечаток состояния церкви того времени. Это я пишу. В это время, как говорят все жития, в церкви было теплохладное ладикийское состояние. Знает твои дела. Ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден, горяч или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Святой Андрей, как и блаженный Феофилакт, мучился, взирая на своих посомах. Это его мучение выразилось в покаянном каноне, которым он пытался пробудить души людей. В это время в церкви практически всюду господствовала первая часть молитвы, просительная. Из жизни церкви практически исчезла радость спасенного грешника. Это я все пишу. Поэтому из каждого библейского события Андрей Критский извлек только вопль кающегося грешника, непримиренного со Христом. Этот канон написан практически для оглашенных, для незнающих радости искупления. Во всем его каноне звучит одна горестная струна. Я погиб, но есть надежда, что Бог может меня помиловать. Он перечисляет в каноне такие грехи, о которых в церкви не должно было быть и речи. Весь канон есть его реквием на первой ступени, начальной, просительной. И только иногда прорывается благодарность, то есть попытка достичь второй ступени. Когда же он устремляется к третьей ступени словословия, то совершенно никак не связывает это по смыслу со всем каноном с библейскими событиями. По замыслу же возрожденного свыше человека христианина, согласно духа Нового Завета, его творение должно быть разбито как минимум на три части. И по продолжительности растянуто не менее, как на весь Великий пост. Из каждого события, очень часто надуманно, он буквально выжимал дух покаяния, применительно к своим слушателям, молельщикам. Хотел ли он того, чтобы этот канон считался первые четыре дня на первой неделе, поставить целиком, разбитый на четыре части? И тем более за раз на одном богослужении на пятой неделе постав в среду вечером, так называемое Марьиностояние. Этого мы уже никогда не узнаем. Если это был его замысел, то он был не только неверен, но и порочен. Святой Иоанн Златоуст, только изъясняя заглавие книги «Деяния апостолов», говорит шесть проповедей, каждый из которых в продолжительности около полчаса. Протестант Ярл Пести составил целую книгу из своих проповедей, посвященных грозному пророку Ильи. Здесь же в быстром темпе мелькает 204 библейских события. От бытия до откровения, от Адама до Антихриста. «Даже зная Библию наизусть, невозможно настроить свой разум на несколько строк, в которых в сжатом виде говорится о Сауле, в других строчках о Давиде и тому подобное. 204. Я сказал там больше, это с поклонами, не события. Это мы принимаем детей, тут пришел какой-то. Если этот канон предназначался для чтения за один раз на одном богослужении, и потом этот канон не считался в течение года, считая, что слушатели, зрители, прохожане ознакомились с содержанием Библии, то этот канон выполнял роль отмазки. Что будто бы дело сделано, все знают Библию. Учитывая то, что тогда Библии у народа вообще не было, стоимость одной Библии равнялась 20-летнему труду рабочего. И считая проповеди Златоуста, мы совершенно точно можем сказать, что все эти 204 события, вспоминающиеся в каноне, напирающие одно на другое, были народу неизвестны. Стоящие в храме прицеплялись к словам «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, как и ныне». Таких ныне в храме 100%, считая священников, архиереев и патриарха, которые только к словам прилипляются. Почему за 1300 лет от Андрея, после составления канона, никто из верующих архиереев, богословов не подверг этот канон такому рассмотрению? Каждое библейское событие несет в себе информацию о том, как это было и как должно было быть. Иначе сказать, из каждого события можно выжать просьбу, первая ступень, благодарение, вторая ступень, и словословие, третья ступень. «Неужели никогда в церкви за 1300 лет не было прослойки людей, примирившихся со Христом, уверовавших в Него всем сердцем, тех, о которых Писание говорит так?» Филипписам 1.21 «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Филипписам 2.5 «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Галатам 2.20 «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Римлянам «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авваочи». 8.15 Галатам 4.6 «А как вы сыны, то Бог послал в сердца вашей духа сына своего, пьющего Авваочи». Мы можем попытаться проникнуть в полноту возможного замысла святого Андрея Критского. Второй канон его мог быть благодарственным, основанным на тех же библейских событиях. И третий канон – «Песни словословия», основанный точно так же на тех же библейских событиях. Пример. Он упоминает об Ионе и Неневии, о его непослушании. Смысл этого события в том, чтобы мы не были такими непокоривыми, такими распутными, как неневитяне. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чтобы я не убегал от лица твоего, как Иона. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чтобы я не жил, как эти грешные невитяне, не отличающие право от лево, хотя их было 120 тысяч там». Второй канон, на второй благодарственной ступени, должен был быть составлен, и сегодня еще не поздно это сделать, на те же самые библейские события так. «Иону не поглотили волны, и буря утихла. Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную. Неневия обратилась от греха, перестала делать зло. Твой замысел о них, Господи, исполнится через троптивого пророка. «Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную». Эти события, Господи, Ты подвигаешь нас к благодарности Тебе, этим событиям, что посреди этого бушующего моря Ты хранил нас столько лет и привел нас к познанию Тебя, Иисус Христос, через проповедников Твоих, которые донесли до нас Святое Евангелие, неповрежденным в истолковании святых отцов в православной церкви. «Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную». И этим припевом «Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную» наполнить все 204 библейских события, какие мы находим в нынешнем покаянном каноне Андрея Критского. Почему за 1300 лет церковь не предприняла попытки, подобием нынешнего покаянного канона, возвести людей на третью ступень словословия Богу, чтобы песнь искупленных щад божьих снялась с песнью херувимов? А он мог выглядеть примерно так. «Господи, Ты позволил Ионе бежать от Тебя, войти в корабль с иностранцами, стать зарубежником, но потом Ты сохранил его в более надежном корабле в очреве кита. Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Исайя 6.3 «Какое чудо Ты совершил, Господи, что целый столичный город так внезапно и скоро Ты поставил на колени, и они, не знающие истинного Бога, призвали Тебя, смирившись перед Тобою. О, как Ты велик! Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его! Долготерпеливый, многомилостивый Создатель, как любишь Ты творение Твое, наделенное Тобой свободой действий! Как Ты показываешь, что человек, думающий о себе, что он избранник Божий, но не проникнутый Твоими замыслами, бунтует против Тебя, ропщит и оказывается хуже, не покореве блудного сына, возвратившегося в отчий дом, и теперь не хотящего разделить радость этого возвращения со Своим Отцом. Но Ты Его увещеваешь, чтобы Он вместе со спасенными воспел Тебе Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его!» Это наши деревенские. «Такой длинной службы, прещение канона Андрея Критского, утомительной и не приводящей к сокрушению шаблонно делается попытка вести людей в покаянное состояние. Но это абсолютно не достигается, а практически такой цели и не ставится. Эти пяти и более часовые стояния выражают в словах «отстоял службу». Этим все кончается. Шаблонно-трафаретный перекос канона и такое монотонно непонятное чтение совершенно не достигает цели. Как говорит о том Феофан Затворник, говоря о церковно-славянском языке. Андрей Критский жил около 660-го, 740-го. Архиепископ, преподобный византийский риторий-гимнограф, автор покаянного великого канона, считаемый на первой и пятой седмицах Великого Поста, был в числе подписавших анафему Шестому Вселенскому Собору. Впоследствии Андрей Критский раскаялся в том, что подписал юридическое определение. Традиция связывает с этим событием составление его знаменитого Великого Канона. Подобно, как и самый покаянный 50-й псалом Давида, был вызван его страшным грехопадением. Покаянный Великий Канон, состоящий в 250 тропаре и 11 ермосов, повествующий о сюжетах грехопадения и покаяния в Ветхом Завете и Новом Завете, преступления заповедей Адамом, убийств Авеля, Каином, покаяния царя Давида и мытаря и другое. Отличительные черты канона Андрея Критского – отсутствие акростиха, наличие второй песни. Число тропарей песни обычно превышает 4. Песнь может иметь 2 ермоса. Это может быть всего лишь первая попытка к правильному отношению к канону Андрея Критского, да и вообще к любой молитве. Это батюшка приобщает, приобрел еще одну душу. И дальше мое стихотворение. Молитва – это с Богом разговор. Видите, у каждой строчки откуда взята мысль. Открытый со смирением, с надеждой, прорыв к Творцу, всему наперекор. Так будет есть, и так случалось прежде. Молитвы все, всего на трех ступенях. От ада до превыспренних небес, всего на трех. Рыдание и пение, смертельно раненых и под венцом невест. На первой широченной столько хлама. Лохмотье в нищеты, проказом и тарей. На ней священник, мудзин и лама. Все, кто рождается и вздумал помереть. Просительные миллиарды дай. Бесчетное спаси и сохрани. Стремящихся попасть сегодня в рай. Воды кричат и с гневом бьют в гранит. Здесь все просители, голодные, калеки. Отверженные, пленные в судах. Кому отказано быть звание человека, кому родня безвыходность и страх. Прорваться, доползти ступенью выше. Сподобиться, кто сможет с ароматом. Здесь благодарность, что Господь услышал, переселил в боярские палаты. Благодарение, проповедь, рассказы о милости, о тех, кто помогал. И горе тем, кто не взошел ни разу ступенью выше, как на пьедестал. На третьей херувимской, пренебесной, одна хвала. Всегда лишь аллилуйя. Себя проверишь, скажем прямо честно. Здесь чаще блудницы спасителя целуют. Здесь нет желания что-то изменить. Просить, благодарить. Одно лишь пение. Для этого страдая, стоит жить. Поднять все выше первых двух ступеней. И вот далее, и уже начинается у нас этот самый канон. Я хочу его показать. Это пока показываю. Что о каноне написано. Наши фотографии. Просто придите на наш. О, еще сколько. Сейчас я протащу дальше. Вот. Это все одна только страница. Вот сколько. Смотрите. Одна страница. А дальше? А дальше вот. Это тут разная. Вот. Вторая. Это мы засняли на пленку, на видео. Богослужение Андрея Критского. У нас в общине Крестовозвиженской, города Барнаула. Великий пост. Покаянный канон Андрея Критского. Сейчас проявится. Пока нет. Это номер один. Вот показано. 2011 год. А на еще и 2014 год. Три года назад. Вот она идет. Накручивает. Прощенное воскресенье. Вот. Это надо увидеть. Прощенное воскресенье. Как шло. Оно очень медленно открывает. Я показал. Можно прийти сюда и посмотреть. С началом Великого канона. Канон Андрея Критского на три ступени. Вот. Вот она наша идет. Сейчас я включу. Даже послушать маленько. Игорь Габунов считает. Вот послушайте как. Понедельник. Это первое. Оно длинное. И поэтому долго накручивает. А. У нас сейчас перекачка идет отсюда. И в Воронеж перекачивают. Поэтому. Видать. Система занята. Не может взять. Ну. Зайдете сюда. Вот. И дальше. Вот видите. Как одеты люди стоят. Темно. Вот молятся. Канон Андрея Критского на три ступени. Видение Исаии сына Амосова, которое он видел об Иудее Иерусалиме во дни Озии, и Афама, Ахаза, языки царей иудейских. Ну это он пояснение пока считает. Еще не само моление. Это покаянный канон Андрея Критского. Вот. А такие пещерские лавры, в других местах. Это все у нас здесь взято. Ну это у нас Андрея Критского значит. Самое моление. Номер третье. Так. Я сейчас тоже включу. Показать. У нас много считается. И на три ступени. Моление. Сейчас покажем. Покажу. Я даже не ожидал, что придется говорить об этом. Вот. Вот Игорь. Считает. Это Мария стоит. Это Сережа, Пупков. Это уже считает не сам канон. Ну в общем понятно. Я маленько не совсем открылась она. Ну ладно. Благодарение Богу. Вот сегодня мы данные отправили в Англию. Чтобы открыли нам визу. Не знаю как откроется. Из Германии уже присылать должны на неделю. Видимо спецкурьерам. Наши приглашения. И они там взяли на себя расходы заплатить страховку. Там уже как Бог даст. Вот. Благодарение Богу. Субтитры сделал DimaTorzok